Мужчина тоже спят. Мужчина тоже спят. За ним выгнали уже. Правда, они сами выгнали. Бухгалтер, еще кого-то там, да. Она возглавляет ЖЭК. Фактически, она тут все. Их власть. Лицарий бог. Все, бог. Полностью все. Мы ей все даем. И я даю ее в краску. Да ладно, мы ей все даем. Она здесь людям это все раздает. Потому что вот отсюда, ну, грубо, 1,5 метра максимум, да? Меньше. Даже меньше километра. Село здесь частично под Украми находится. Остальное здесь. Вот это как раз же будет. Жеванка. Да, вот это все здесь. Так что вот на таких людях у нас основной держится. А что ты, а что ты, а что ты? Сергей Николаевич Воликородный. Замминистр обороны. Вот смотри. Я всегда говорил, да? Что война это проходящее. Жизнь это вечная. И мы обязаны людям помогать, которые находятся в очень тяжелых условиях. Здесь очень тяжелых условиях. По разным причинам. И линия фронта, и общая ситуация, и что зима. Мы просто обязаны им помогать. Чтобы люди от нас потом не отвернулись. А кроме армии помогать некому. Мы вроде бы как это все замутили. И мы теперь за это за все ответили. Поэтому мы не то, что должны, мы обязаны это всегда делать. Вот мы сейчас только вернулись Илье Николаевичем из центра. Вы там уже были, да? Где дети, как и вы, больные ДЦП. Такие же дети. Они так же улыбаются. Так же играют. И тоже обязаны им помогать. Вот чем можем, тем помогаем. Я всегда говорю о том, что ругайте, что мало помогает. Мне серьезно, мало помогает. Ну, чем можем. По возможности находим людей в той же России, которые присылают различные подарки, гуманитарные грузы. Это не мне надо. Не Сергей Николаевич, это надо. Поэтому... А нам-то и не получится, по большому счету. Мы-то обеспечиваемся от государства. А все, что приходит, все с удовольствием. А люди, если же не хватает нам немножко, чтобы всем хватило вот этого, то есть распределить между всеми, чтобы никому не обидно. А вот для этого такие вот люди нужны, как она. Да. Вот таких вырослых людей реально было бы побольше. Чего грех отдают? Все же знают, потому что у нас не все хорошо при распределении существует. Плюс подход самого распределения, где самому нуждающему почему-то не достается. Не то, что это специально, но и тот. А вот у нее это достается почему-то всем. То есть человеческий фактор? Конечно. Нет, человеческий фактор в том числе, плюс кадровый голос. Давайте говорить честно, потому что тот лозунг, который еще в далеком-далеком прошлом придумали коммунисты, что кадры решают все, он оказался очень никто. Поэтому вот ситуация, когда выехали, когда люди, которые не поняли, что произошло, или от испуга уехали, которые умели это делать, их нет. Пришли те, которые этого не могут. Потому что кроме знать, нужно еще и любить. Вот любить всех, кто здесь живет. Потому что если она не будет любить, она не будет знать, у кого какая беда, кому чем можно помочь. Не сможет сама попросить людей, которые тут же живут, чтобы чем-то помогли тому, кому больше все нуждается. Это все вместе. Это и есть кадры. Вот на таких кадрах она должна истинно и скрыться. Я уже сегодня говорил, что мы страна уникальная. У нас Нового года два. Первого и по старому календарю. Что такое, никто понять не может, но он есть. Вот поэтому, пометая о том, что я вам что-то обещал, я сегодня привез подарки для них. Спасибо большое. Вот сколько было, столько привез. Спасибо большое. Спасибо. Вот сколько было. Хоть у нас дети видят конфеты, яблоки, соки вы привозите. Вот. Вам большое спасибо. Вот поэтому. Что вы не оставляете горлоку, а именно нашу жеванку и замку. Мы вас не оставляем. Я вас не оставляю.